Здравствуйте, уважаемые дамы с Патрум. Продолжаем наш великолепный курс. И сегодня из недельной главы под названием ТУМА мы рассматриваем 26-й параграф. Год назад мы рассмотрели 25-й. ТУМА, в отличие от предыдущих параграфов недельных глав, не содержит практически никаких действий, а только указание на то, как должен быть построен мешкан, переносной храм, храм, который евреи собрали в пустыне, и переносили с собой и внесли в Эрец Исраэль. И через 480 лет после этого только они построили уже во времена царя Давида, который ввел подготовку к этому, и царя Соломона, который ввел само строительство, первый Иерусалимский храм. Я напомню вам, что согласно, ну, скажем, самому авторитетному мнению, порядок изложения материала в ТУМА несколько отличен от хронологического, а именно дело было так. Сначала пришел в пустыню Итро вместе с женой Маха Цепорой и сыновьями. А дальше то, что рассказывается в главе Итро, о том, как он дал Итро Моисею совет относительно устройства и иерархического общества, это было уже после всего, после того, как Моше принес закон, да, а что было сразу после этого? При Итро евреи получили Тору, и после этого, значит, в этот же день, Моисей сказал народу, что на 40 суток он поднимается ко Всевышнему. И далее события описываются в главе Китао, которая будет у нас через две недели. А именно, евреи ждали Моисея на день, раньше они ошиблись в счете, и не дождавшись, построили золотого тельца. И тут Моше возвращается, наказывает виновных и поднимается снова ко Всевышнему на 42-й раз, дабы упрашивать Всевышнего, чтобы он простил еврейский народ. И спускается он к евреям в Рош Ходеш Элоль, чтобы сказать, что он готов их простить, и снова поднимается туда на третий срок в 40 дней, который заканчивается в нем тепло, когда Моисей приходит и передает весть о том, что Всевышний просил евреев. И вот только после этого уже дан закон, и Моисей обучает закону народ, и тогда происходит суть и события, которые описаны в Евреи и Тро раньше. А теперь, что такое мешкан и почему он описывается именно здесь? Потому что Бог видит, что евреи нуждаются в чем-то занять свои руки, ручонки-шеловливые, чтобы ощутить связь со Всевышним и много что-то держать в руках. Пока этого не было, они сбились на то, чтобы устроить изображение тельца, который изначально должен был заменить собой Моисея, потому что Моисея они воспринимали как символ, как связь между ними и Богом, в то время как на самом деле не должно быть посредника между евреем и Всевышним. И вот чтобы евреи имели возможность каким-то практическим способом выразить свою любовь ко Всевышнему, да, и служить Ему, но именно так, как Бог захотел, а не как им пришло в голову, не так, как не собезьянить часть это с окружающих народов, Всевышний дал им указание построить вот этот мешкан. Вот. И о том, как он должен быть устроен, есть у нас подробное описание вот в этой недельной главе Трума, в следующей недельной главе, которая называется ТЦВ. И дальше еще повторяется после, в самом конце, в последних главах книги Шемот, повторяется, значит, еще раз описание, поскольку говорится о том, как все это было выполнено. Итак, глава Трума, Шмот, Перек, Каф, Вав, то есть 26 параграф. Я начинаю читать. Значит, маленькое предупреждение. Мы с вами помним, что многие термины, которые используются здесь, либо сейчас в современном иврите не используются, либо они переопределены несколько. Итак, Это идет как продолжение речения Всевышнего. «И сделай мешканку». Но здесь под мешканом имеется в виду покрытие, покрытие самого шатра. Десять полотнищек. Яри-А. Яри-А. Во множественном числе яри-От. Шеш. Шеш – это в данном случае не шесть, а материал. Да? Машзар – крученный весом, очевидно так. Перевод. Я прошу вас, у кого открыт перевод, да, можете меня поправлять. Переводы бывают разные, и я могу немножко сбиться. Дальше. «Тхелет» – это, мы знаем с вами, шерсть, покрашенная в голубой цвет. «Аргаман» – это шерсть, покрашенная в багряный цвет. «Ветолапшани» – это красный цвет. Теперь «крувим». Кто такие «крувим»? Это тот случай, когда слово перешло в русский язык, не изменяя формы. «Крувим» по-русски – это «херувимы». Да? Здесь накладывается суффикс нормского числа на уже имеющийся. Есть еще одно значение – это капуста, но мы его сейчас не затрагиваем. Итак, это некие существа, точнее, проекции духовных сущностей в материальный мир. Есть мнение, в некоторых переводах это ангелы. Говорят, что это были фигуры человечи, человеческие или птичьи, или средние между тем и тем. По крайней мере, известно, что они имели крылья, но литвы они были вполне человеческие. Так, «ма асе хо шеву», то есть работой какой? Продуманной, да, работой специалиста. «Та асе, вот так, сделай их». Если вы посмотрите в перевод и поправите, это только к статусу. Так, для тех, кто слушает нас впервые, в тексте некоторые слова я выделяю желтым. Желтым – это для меня заметки, что я собирался что-то сказать по поводу этого слова. А то, что выделено зеленым, вошло в наш словарик. Два файла, сам текст и словарь. Я заранее ставлю в нашу группу Telegram. Вот, там можете это посмотреть. Так. Еще раз, это какой часть? Это трума какая часть? Хочу по Торе следить. Что значит часть? Трума, ну, назовите, перок. Двадцать шестая глава. Двадцать шестой парад. Двадцать шестой точно? Из трумы? Да. Двадцать шестой, да. А у меня тут… И сделай засовы из дерева, это? Нет. Двадцать шестая. И вот, и в Ласке, а вот мешкан сделай из десяти полотнеч. Вот оно. И мешкан сделай из десяти полотнеч. Двадцать шесть. Вы нашли от трума, да? Шмот, да. Вы что-то близкое смотрите. Так. Так, я надеюсь, что все будет нормально. Пока попросим Анну прочитать следующее. Я только скажу два слова. Тут такая штука, что слово лен, вот Раша обращает внимание, что шеш – это и лен, и шесть. Он считает, что отсюда вывод, что каждая нить каждого вида была сложена в шестеро. Соответственно, четыре вида, соединенные вместе, составляли нить в 24 сложения. Такая была толстенькая, такая толстенькая была, скрученная нитка, и из нее потом ткали, ткали вот это полотно. Как выразился незабвенный Остап, она и пасконная, она же пасконная, она и домотканная. Помните, прошло, да? Я надеюсь. Спасибо, Анна, прошу вас. Вот. Шмоне эсрим баама, о верохав арба баама, аирия аихат, меда эхат, лехоль аириот. Аириот. Да, замечательно. Так. Значит, длина каждого… А можно показать, показать, где вы читаете? Пожалуйста. Это бет, бет. Вот, сейчас скажу. Вот он, бет. Корсор, или даже попробуйте выделить. Вот там, где мелькает. Вот, да, вот отсюда начинаю. Да. Да. Длина каждого покрывала, каждого 28 локтей, то есть, получается, где-то метров 14, получается, где-то так. Да, локоть примерно… И ширина 4 локтя, то есть, 2 метра, получается. И мера одна для всех покрывал, то есть, одной и той же длины. Да, спасибо, спасибо. Я хочу сделать маленькое объявление. Есть картинки, которые я поставил тоже в нашу группу. Вот, но у меня не получится параллельно переключаться, чтобы показывать. С этими картинками давайте сделаем так. Если у нас останется время, вот, или даже если вы просто минут за 5 до конца урока мне напомните, я покажу вам по картинкам, о чем идет речь, хотя, конечно, было бы полезно читать текст, сразу смотреть иллюстрации, но просто технически это очень неудобно. Спасибо, спасибо, Анна. Где имел попросить Светлану, да? Тихийена. Тихийена. Ховрод Иша Эль Ахота. Вехамеш Яриот. Ховрод Иша Эль Ахота. Пять покрывал должны соединены одна с другим, и пять покрывал соединены одно с другим. Понятно, да, спасибо, Светлана, совершенно верно. Итак, каждая покрывала, как называют Светлана, полотнище, имела размеры, которые были только что озвучены, и были они соединены в то, что называется Махберет. Махберет в современном гибриде – это тетрадь, как вы понимаете, корень Хетбетреш – соединять. Были они соединены в единое целое, и вот две такие тетради, как они соединились между собой, мы сейчас прочитаем. Спасибо. Далее, наверное, чья очередь? Или там? У нас это Иван и Тимофей, он сейчас должен быть такого. Старейшие участники. Старейшие, ну давайте так, да. Одна, управляйте. Так, кто у нас? Иван, Иван там должен быть честный. Иван, да? Иван Васильев. Далее. Васильев, ну да, вот. Да, верно. Так, слово «лулаот», «лулаа» – это петелька, петля. Не сделай петли. Из материала, который называется «ткэнет», то есть шерсть, окрашенная синим цветом, синим цветом, синита. Альцфат. Сафа – это буквально губа, но это и край, да. Край вот этой полотнища «ааат». Что такое «ми-ка-цэ»? Ми-ка-цэ. В конце. Ка-цэ, да? Ка-цэ – это край. Да, да. На краю тоже. Ба ховерет, ховерет, как махберет. Это соединение вот этих. Холоднейший льдиный целы. Вэхэн-тэ-сэ ба сфа-а-я а-ки-цонна. И также сделай на краю полотнища китона крайнего. Слово «ки-цони» и в современном английском языке означает «крайний», но «крайний» – это в переносном смысле, то есть «крайних взглядов». Ба махберет, ашинит в втором соединении. Спасибо, Иван. Второй кетради. Да, да, можно сказать так. Так, Гэй хочет у нас взять... Владимир? Да, можно. Давайте, прошу вас, Гэй. Хамишим лулаоот тасэ бирия. Ха-эхат, ха-эхат. Хамишим лулаоот тасэ бэкэцэ бэкэцэ аэрия ашэр бэмэхбэрет ха-шанит. Ха-шанит. Ха-шанит, да. Ха-шанит. Макбилат. Макбилот. Макбилот. Макбилот, да. Алулаот. Иша. Аль-аруха. Арута. Ахота, наверное. Да, проверим? Ах... Ахута. Ахута, да. Ахута, это буквально... Да, все, вот здесь конец. Переводим. Хамишим лулао таасэ. 50 петель сделай. Да. В одной ирия это... Плотнище, да. Плотнище? Да. Будем переводить так, да. В одном полотнище. 50 петель сделай в крае полотнища. Которое соединено... Которое в соединении... Которое в соединении во втором. Да. А теперь слово Макбилот. Макбил, в современном рите, это просто параллельно. А смысл здесь совпадающий. То есть одна напротив другой. Петли должны быть одинаковыми. На равном расстоянии друг от друга. Поэтому при соединении краев, они располагаются одна напротив другой. Параллельно. Ну да. Теперь иша эль ахота. Это значит буквально женщина к сестре нее. Но поскольку речь идет о полотнищах, да. А ерья женского рода, то получается одна к другой. Одна к другой. Да. Да. Относится это к полотнищам или относится это к лулаот. И то и другое женского рода. Да. А тут еще покрывало. Перейдено как покрывало. А покрывало тоже может быть переводчиком? Вполне. Вполне. Просто немного надо определить термины. Да. Значит, если каждая вот такая ерья, это полоса указанного размера, это полотнище, то их соединение, вот то, что называется ховерет или махберет, это и есть покрывало. Или покрывало это соединение двух махбарет с помощью вот крючков, которые развиваются в эти названные петли. Ну, мы посмотрим. Так. Тимофей, наверное, да? Тимофей, Тимофей. Тимофей, просим. Давайте я. Лав. Брасита хамишим карсей загав, вейбарта, это ерьот, иша эль охота, бакрасим, вегая хамешкан эхад. Да, верно. Слово красей, красим, это мы переведем как крючки. Может быть, переведем как зацепки, да. И сделай 50 крючков золотых и соедини полотно, одно против другого, крючками. Крючками? И будет мешка единым. Единым, да. Словом, мешкан здесь называется покрытие, покрытие самого собственного строения. Сейчас, одну секунду. Передавайте, Анна, передавайте микрофон. Да, мы дома. Так, у нас или Людмила, или Елена, кто-то у нас, кто у нас, девушка, кто будет, кто будет. Людмила? Я не читаю. Спасибо. Не читаете, да? Ну, Людмила, значит, Людмила, у нас тогда получается, сколько? Зайн, получается, седьмое, седьмое, да, сейчас я. Да. Елену мы будем пропускать, да? Нет, значит, что-то не хочет человек. Хорошо, хорошо. Нет, нет, я не могу. Можно убрать курсорчик, а то там голосовки не видно. В оси-то ериот-изим ле-охаль-аль-хамишкан. Оси-те-эс-ре ериот-та-се-от-ам. И сделай полотнище без зим. А это коза, имеется в виду козьей шкуры, не шерсть, а шкуры, да? Полотнище, как шатер, для шатра, для мешкан. Поверх, в данном случае мешканом, снова мы называем покрытие, которое у нас было написано, из десяти. Так? Так. Теперь слово аш-те-эс-ре означает одиннадцать, в то время это встречается. Не ахат, а аш-те-эс-ре, да, через ай-н. Да, одиннадцать полотнищек, а что там? Одиннадцать полотнищек, сделай. Сделай их, да. По всем мнениям, сначала речь идет про первое полотнище из нити 24 сложения, которое мы описали. Там было десять полотнищек. Теперь идет речь о втором покрытии, которое называется изим козы. В нем было, как мы видим, одиннадцать полос, и полосы эти были уже немного по-другому, значит, устроены. Так, спасибо, Людмила. Ну, давайте тогда, хэт я читаю, да? Длина каждого полотнища тридцать локтей, ширина четыре локтя. А полотнище одного, размер единый для одиннадцати полотнищ. Так, понятно, что второе покрытие было чуть ненамного шире и длиннее первого покрытия, и укладывалось оно сверху. Значит, я в свое время, когда первый раз читал и разбирался, не было у меня ни рисунков, ни чертежей, но я приблизительно прикинул, как эти полотнища располагались. И, надо сказать, в комментариях Раши и комментариях Сон Чина очень четко показано, значит, почему размеры были именно такие, то есть, как они располагались поверх всего этого помещения, сколько они свисали с каждого конца и докуда это доходило. Можно посмотреть, почитать и посмотреть, конечно, рисунки. Спасибо. Так, ну что? Где мы? Тед, да? Попросим Натана, чтобы ему не скучно было. Он у нас здесь, Натан-то. Да, Натан у нас здесь, он попался. Тед. Тед, да, а можно поднять чуть. Секундочку, да, сейчас. Пять полотнища как бы, да, в одном. Да, в одном. И шесть полотнищ тоже в одно. И сложишь шестое полотнище внутрь шатра. Внутрь шатра, да, правильно. То есть, объясняется, что немного оно свисало как бы внутри, покрывало внутрь. Да, спасибо. Значит, здесь у нас одиннадцать полотнищ, да, они соединены в две хуброды, или махброд, пять и шесть, да. И вот шестое было загнуто немного, немного вовнутрь. Да, спасибо. Да. Анна, что теперь? Ю, Ют. Ют, да, прошу вас. Да. Да. Ют, да. Ют, да, прошу вас. Бахо. Бахо хаверет. Бахо хаверет. Бахо хаверет. Бахо хаверет вахмешим ула от аль сфата аирия, а хаверет ашенит. Так, и сделай пятьдесят петель по краю полотнища первого, крайнего, крайнего, крайнего первого, и, значит, бахо хаверет в составе первого, которого первого крайнего, одного крайнего в составе получается. Угу, да. Да, это обычно для танахических текстов в конце фразы или в конце полуфразы, как в данном случае, да, ударный загол становится коматцем. Как, например, лэхэм, а мы говорим из аромы, конечно, лахэм. Паузальная форма, в общем. Да. Да, да, так и есть. Спасибо. Спасибо, Анна. Ну что же, Светлана и Юдалев, да? Да. Спасибо, Анна. Это метр пятьдесят. Крассей – это крючки, мы переводим. А, крючки, да. Крючки метр. Сделай, значит, пятьдесят метрных крючков. Вэгэвэйта – это лэгави, принеси буквально, то есть поставь, установи. И поставь крючки в петли и союни шатер, чтобы он был как одно. Чтобы он был единым целым, да. То есть, каждое из двух описанных покрытий состоял из двух частей. В первом случае части были пять и пять, во втором случае шесть и пять. Так, спасибо. Юд, Бэк, Тимофей, наверное, да? Давайте, я, ну, вроде Иван был по очереди. А, да. Иван был сначала. Так, давайте, Иван, да. Есть, да. Вот, слово «а-сэ-рах» – это как бы шлейф, но в словах даже дает вот это выражение. «Сэ-рах-ха-одэф» – нечто лишнее, да, нечто дополнительное. Слово «одэф» нам тоже известно, да? Сдача. Сдача, да, совершенно верно. Да, «ханут-ха-одфим» – это, как это называется? «Аутлет». Так. И буквально, значит, что получается, за… «Оставь шлейфом», да, пусть свисает. «Одэф» – оставшаяся часть «ба-ирьо-а-огэль». Так, прошу вас. Половина излишнего… Половина вот этой вот «ирьи»… Как покрывала? Да, излишнего, да. «Ти-сэ-рах» будет вот этим шлейфом свисать. «Ах-хорэй-ха-мишкан». То есть задней части «мишкан». Да, 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 есть. Спасибо, спасибо, Иван. А я сейчас… Да, прошу вас. А что такое, еще раз скажу, «Отлет» – это что, там не дают сдачу в этом магазине? Вы сказали «Ханут Отлет». Нет, «Ханут Одафим» – это «аутлет». Это… Там можно купить фирменные вещи, как бы не ликвид. То есть «излишки партий». Как-то вот так оно называется. Понятно. «Излишки партий» или «никакие». Да. Если вы живете в Иерусалиме, могу вам дать адрес. А, только в Иерусалиме. Понятно. Ну, я знаю несколько вот в Иерусалиме таких «Ханут Одафим». Называется «Аутлет», да, вы сказали? «Аутлет». Да, во всем мире называется «Аутлет». «Аутлет». Это английское название. Понял. Это не «какие товары». То есть это не «какие товары», это именно «излишки товара». Это вполне, да, да, да. Да, вполне «качественный товар», просто нереализованный. Угу. Понятно. Без продажи. Так. Значит, читаю. «Ютгимл». «Вэ Ама». «Мизэ Вэ Ама». «Вэ Ама». «Мизэ Бэ Одаф». «Вэ Эрэх. Абэ Уирах. Ириэт. Ириат. Ириот. Ауэль. Ауэль. Да. Вэ Игхья Саруах. Аль. Сдэй. Сдэй. Америшкан. Мизэ. Амизэ. Умизэ. Лэксэ, Лэксэсто. Лэк саду. тут довольно сложно но мы стараемся локоть локоть этот и локоть это страны добавление бодов за добавление а по длине до орех это длина а в длину обвода почему-то поводов стоит это дополнение как в дополнение излишек излишек из излишка из излишков там было 28 по одному будет лишний с двух сторон поэтому эти два излишка они пускай вот они будут а эти излишка полотен да имеется излишка полотен или я забыл трепет это плотнище допустим плотнище полотнище шат я шатра да и будет шлейфом свешиваться и будет шлейфом свешиваться от храма альцидей альцидей сад эта страна сторон этого мешкана это покрывает пока из его до отсюда и отсюда чтобы покрывать и покрывать а мешкан в случае мешкан еще раз это храм здесь мешкан это обиталище на металла по-русски иногда переводят скиния это не более чем созвучие по сути это переносной храм и на его были устроены из деревянных балок сейчас мы будем разбирать их переводится как обиталище дословно так спасибо это было владимир да да вообще так ют далят тимофей вроде я давайте ют далят есть да переводим и сделай покрывало для шатра да и покрывало покрытие из кожи этих тахашим тахаш кто это непонятно есть мнение например что жирафы да я смотрю на сифаре переведено что ты дельфин вообще невероятно кажется долфин скин пустыне за дельфинов наловили да милый мама поверьте есть два мнения да спасибо тимофей все правильно секундочку можно секундочку смотри тут кожи а вот там где говорилось просто там и зима там была шерсть а вот тут именно шерсть прошу прощения вел заблуждение скажите урод это древний вред красный а дом красный вообще-то урод а здесь урод нет урод это шкуры о о это кожа как человека и шкура животного а мэ адамим от слова адом а здесь есть медами да вот и лим о рот и лим мэ адамим а мэ адамим то есть эти бараны красные покрашенные в красный цвет барани красные да красная синька окрашенные да верно по поводу вот этой фразы есть мнение что речь идет о двух покрытиях покрытие из шкур барана а сверху покрытие так уж но есть мнение что это было единое покрытие которое состояло вот из шкур баранов и вот этих в любом случае покрытие было либо три либо четыре спасибо так ну наверное сейчас моя очередь это в и сделай а что такое кэрэш в данном случае мы будем использовать слово балки кэрэш это балка все время говорите кэрэш это тоже что-то в этом против брус или доска для обиталища из дерева акации щитим щита это акация вертикально стоящие омды так сейчас мы будем разобрать как они были устроены ну хотя бы приблизительно так спасибо на танцами натана я не вижу или кедр обычно это паразит но может быть я не буду спорить с авторитетом так тогда на танцами а что вы сказали был я помню спор про это шитим сейчас разбирали шитим 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 если вы красивая мы тут полчаса разбирали прошли да да кстати доктор линит сказал что он подготовил целую отпорную речь тому кто утверждал что это кедры ну хорошо поэтому шитим что там пишет насколько в другом месте какой у меня пасук ты можешь опять поднять чуть-чуть да окей с работ урок а кареш вам а ва ма ва хэ ци ама ва ма ва хэ ци ама роха фахереш а а эхат 10 амод это длина одной доски и амаз половины то есть полторы а мы ширина одна одной доски ширина одного такого бруса до мусор ставьте себе что целый наверное ствол шоу на каждый такой брус да да есть благодарю так так юдзайн анна да да про меня не забыли случайно так людмила ой 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 как не хорошо извините извините как всегда бывает кто молчит про того и забыли не не такого не разно юдзайн юдзайн да юдзайн 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 Кэриш доска, да? Так, кэриш вот этот вот у нас брусья получается, то, что у нас доски для каждого, только, правда, ну, рука, там, скажем, два шипа, два таких вот, в одном, получается, отверстие шипа, в другом отверстие, соответственно, они будут таким образом соединяться, я понимаю. Я как технарь, как красный диплом электромеханики пытался разобраться, но, честно говоря, не понял, то есть я недостаточно времени и достаточно усилий на это потратил. Но в любом случае имеется в виду, что два бруса, стоящие рядом друг с другом, имели соответствующие друг другу выпуклости и вогнутости именно из материала самого бруса, так что они входили в зацепление и составляли как бы единое. Я так и думаю, в одном дырочке, в другом какой-то шипа, они входят друг к другу, так входят. Мы увидим с вами, что кроме этого они соединялись еще и зацепление. Мешулав это буквально объединенный соединенный, но здесь перевод дан в виде перекладин, да? Так, чтобы одно входило в другое. Соединение, да, соединение неправильно, да. У меня так и переводится, вот эти вот два шипа, соединяющие один брус с другим. Ну вот это имеется в виду и ша эль ахотах? Да, да, да. Здесь тоже говорится про существительное женского рода, в данном случае ядот. Не знаю, как по-русски-то это сказать. Ну, наверное, одна напротив другой. А если бы был мужской род, был бы ищущий род? Мужчина, брат, там выше в других главах был так, мужчина с братом его был. Ну, можно сказать, один к другому, если так. Да, я с другим, друг с другом, друг с другом просто. Так сделай для каждой, для каждого бруса, для всех брусов мешканок. Мешканок, да, верно. Так, теперь спасибо. Ютхэд, чья очередь? Ну, теперь уж моя, наверное, я думаю. Ну, прошу вас. Так, и сделай брусья для мешкана. 20 брусов, ну, не фаз, не куману. Там что-то с южной к югу. Края южного, да, Теймана, да. Да, Теймана, это юг, и Негив, Негив тоже юг. Да, то есть южная сцена, она обращена к югу. У меня переводится для страны, для страны, полуденный к югу, пишет. Ну, а что ему было делать? Юг, это полдень, это тоже. Ну, они же в пустыне были. Для них, может, Негив был как раз-таки чуть повыше, на севере, нет, в тот момент? Ну, вообразите карту, я сейчас не берусь это делать. Так, да, спасибо, Анна. Так, Юд, Тет, Светлана, да, вы готовы? Да, в 40, один кесов, таасе, тахат 20, хакреш, шней аданим, Тахат, хакреш, хакреш, хаехат? пожалуйста переведите это подножие это подставка то что держит на себе всю конструкцию но на коренное слово конечно же аддон господин господин да и так 40 подставок из серебра сделай под с рим под 20 вот этих балок таким образом шлей одни две подставки вот каждый кэрэш вот каждый один кэрэш для двух еди о я до там едут в данном случае это выступы это не те выступы которые мы разбирали которыми кроши соединялись друг с другом а это выступы как бы ножки ножки по два по две ножки по две ножки на двух ножках которые стояли ботиночки у них должны быть да вот каждая такая серебряная подставка надевалась на вот этот выступ и два подножия под одной палкой для двух ну будем считать его фраза повторяет часть дважды чтобы показать что это относилась к каждому да вот так спасибо так кав иван иван да вижу иван 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 фраза иван 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 так до чертеж или на рисунок и я надеюсь посмотрим да мы увидим что две длинные стороны мешкана да они состояли из 20 вот таких балла каждая по полтора локтя то есть 30 локтей так есть двое 20 брусьев лифачу такой лифа слово п а означает край от пейсы а тоже край стороны цифон северная до этого была страна какая-то иман южная а получается там крат там был край по-другому как другое слово еврейское одинаковые два слова да там тоже было слово п а но было еще что-то да было и другое слово было сад было страна еще и слово цело тут есть целое целое ребро у нас было у нас еще было кицуни у нас еще был кицуни край край а вот кицуни точно а край да слово край кицу да именно край не кицуни кицу нет кице да это то что надо на краях поля да оставить по моему это вот заповеди про поликом не оставить не сжимать до края да да о которых да 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 владимир 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 Ушней Адоним, Тахат, Акэрэш, Айхар. Да, верно, да. Айхар. Значит, Арбайм Тук, 40 этих Адоним, это Адон, это ствол. Подножий. Подножий, 40 подножий серебряных. Да. Два подножия под балкой. Подной? Под балкой одной. И два подножия под балками другой. Под балкой другой, то есть. Да, то есть смысл под каждой балкой было два подножия. Да. Соответствующие двум вот этим выступам. Да, спасибо, Владимир, все правильно. Теперь я. Я точно, Тимофей. Да, и не забудьте Людмилу. Да, Людмилу, не забудьте. Так, Анна, передвините, наверное. Ага, да, сейчас, секундочку. Да, читаем. Перевод посмотрел, но вот слово ле арктей не очень понимаю. Задняя сторона мешкана. Так, как бы это перевести? Почему-то я вот не заметил, не отметил это слово. Так, если хотите, я посмотрю в словаре, пока переводите все остальное. Какое слово? Смотрим ле арктей? Ле арктей. Ле арктей. Вы переводите задняя сторона, которая на западе. Да, задняя сторона край, правильно, да, ярко, ярко край, да. Еще один слово край. Ладно, на задней стороне мешкана, яма, то есть которая в стороне моря, на западе, сделай шесть балок. Да, шесть балок по полтора локтя, получалось девять локтей, плюс углы, в общем, получалось примерно так, да. Это ярко край задней части. Да, совершенно верно. Так, Людмила, теперь Людмила. Да, теперь Людмила, спасибо. Куакуджавы, не забудь про меня, да? Да. Ушны крошим, тасы лим куцот помешкан. И два, две балки сделай по краям мешкана. Да, куцот. Здесь имеется в виду балки угловые, можете посмотреть объяснение в комментариях к нашей главе. Там объясняется, каким образом были установлены вот эти вот угловые балки. Эту проблему я тоже пытался решить, но поскольку у меня тогда не было комментарий Раши, я представил это несколько иначе, но вот комментарий поможет. Вот мекцо, мекцо, похоже, из профессии, это с другим корнем, да? Слово мекцо тоже корень профессии, да. А макцо это рубанок, либо даже строгальный станок. Вот такое название. Вот я не знаю, это в современном иврите, или это пошло еще из талахического иврита. Не исключено и такое. Так. Спасибо, Людмила. Где мы? Кавдалет, да. Кавдалет. Я не вижу текста. Анна, передвиньте тогда следующую страницу, да. Спасибо. Я, наверное, читаю, да? Одно слово я не дочитала, получается, да? Да, там Людмила чуть не досчитала. Ба-я-р-ка-та-им. Да. Ба-я-р-ка-та-им. Ба-я-р-ка-та-им. Да. Я-р-ка-та-им два края. По двум краям. Они по задней стенке вот что-то говорили про заднюю стенку, нет? Ну, смотрите. На задней стороне. У меня в переводе, да, два бруса сделать для углов и на задней стороне. Да. Пока описываются две стороны длинные, значит, одна южная, другая северная. После этого описывается задняя сторона, в которой стоило шесть брусси, а дальше описывается отдельного брусси и отхатаем, которые стояли в углах. Так. Господа, мы... Я думаю, что мы не успеем дочитать до конца сегодня, потому что время подходит к концу. Давайте сделаем вот что. Смотрите, Анна, я, наверное, не смогу сделать демонстрацию экрана. Может быть, вы покажете вот те картинки, которые... Ага, сейчас попробую. Тогда надо выключить эту демонстрацию и найти следующее. Да. Сейчас попробую. Давайте, это будет полезно. Там как-то принципиально в каком порядке? Там много картинок. Покажите все, что я поставил, это относится к теме. Если это по отдельности, то тебе придется каждый раз открывать и закрывать. Вот я подозреваю, да, что что-то в этом теку. Правильно делать, тогда собирать в какой-то PowerPoint presentation или в PDF, что-то такое. Ага, понятно. Ну уж, что получилось, да. Откройте что-то одно, я расскажу. Так, если вот так оно не откроется, интересно. Сейчас попробую. Да, можно так. Вот, очень мило. Вот. Так, понятно. Вот это общее устройство двора и мешка. Давайте следующую картинку. Вот здесь мы видим полотнище, да? По-моему, 5 и 5, да? И как раз посередине соединены. Вот 5 и 6. А, 5 и 6. Вот нижняя 5, вверх нижняя 6. Значит, это второе полотнище. Да, длина каждой такой полосы, длину 30 локтей, да? Они 28, а первая была 28, так? И поскольку их 11, значит, длина полотнища, это 11 умножить на 4, 44 локтя. Давайте следующее. Вот это общий вид мешкана. Да. Очевидно, вот такие-то покрытия. Поскольку здесь, наверное, это имеется в виду хрубин, да? Это, скорее всего, первое покрытие. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Восемь. Почему-то восемь. Почему-то. А не десять. Даже мы десять. Угу. Да. Понятно. Значит, очевидно, свисает сзади. Немножко сзади и немного спереди. 28, да, они пишут. Общая длина 40 локтей. А, да. Челена 28. Да, вот там, вы сказали, прочитали, это доработа керувимов искусственной работы. Это вот они, пишут, комментаторы пишут, что они должны быть вытканы с обеих сторон. Давайте еще как-нибудь. Хитрым образом. Вот. Вот здесь мнение, что... Вот это вот верхнее полотнище. Наверное, вот это вот красный, это бараньи шкуры, а пятнистые, это вот шкуры тахаши. Никто не знает, как они выглядят на самом деле. Что такие тахаши? Тахаш, а вот, да, значит, это мэн сделан из бараньей шкуры, третье покрытие покрашено красным и покрыто шкурой тахаши, да. Wild animal created just for this purpose. Дикое животное, созданное специально для этой цели. Есть мнение, что это какое-то редкое животное, которое водилось только во время путешествий еврейского народа в Пусыне, а потом вымерло. Вот специально. Что-то про единорога было какой-то комментарий. Есть, да, что это носорог, что это там, да, жираф, леопард, там еще что-то. Да, морское животное вот Тимофей прочитал, я тоже читал такое, что это хоть морской животное. Да, мы видим, что вот по этому мнению покрытие было только сверху, оно не свисало с боков, да, и оно было единым, которое состояло из бараньей шкур красных и шкур тахаши. Но это одно из мнений. Так, давайте смотрим дальше. Я все-таки надеюсь вам немножко рассказать еще про стены. Вот это общий вид стены, вот горизонтально расположены на так называемых барьях, засовы, о которых мы еще не успели почитать. Так, теперь посмотрите сверху. Два соседних, каждые два соседних столба соединяются такими табаот-кольцами. Они были не круглыми, а, так мы видим, прямоугольными, да. А крайние, да, вот здесь кольца были немножко другими, поскольку стоял брусок с другой стороны. Так, вот так вот соединялась половина стены. Мы видим, что вот этот вот брус, вот здесь показано, что он соединяет четыре, засов соединяет четыре бруса. Так, а снизу каждый брус стоял на двух серебряных подножиях, как мы и читали. Давайте еще картиночку. Вот вид такого столба, то, что мы видим с правой стороны. Вот этот брус с прорезями, которые нужны для соединения кольцом, с двумя выступлениями внизу, как бы ножки, которые вставлялись в подножие. Так, теперь сбоку проходил внешний барьер засов, а через него посередине проходил еще центральный барьер, центральный засов. А с левой стороны мы видим столб, это нечто другое, это столб ограды двора, до которого мы сегодня не добрались. Ну, я думаю, что, по-моему, все картинки, да? Нет, сейчас посмотрим. Для картинки... А, это все, это хошенник. Да, это уже другая тема. А кахаш, кахаш, это куф, хэтшин, да, кахаш? Вы имеете в виду, что тахаш? А тахаш, вот. Таф, там тав. Тав, да, тав. Тав, хэтшин, да? Тав, хэтшин, да. Так, спасибо большое, я думаю, что все на сегодня. Да, о, замечательно. Большое спасибо. Так. Спасибо. Приходите. Окей. Спасибо. Спасибо. Всем счастливо, пока. Будьте здоровы, не болейте. Нам это тоже отлично. Всего доброго, счастливо, пока. Пока.